Здесь только контрактники Национальной Гвардии, те, кто подписали контракт, те, кто будут служить не 6 месяцев и не год, те, кто будет служить долго. Ясно, что каждый бойц Национальной Гвардии проходит спецпроверку. И второй критерий, мы взяли солдат из разных территориальных управлений, для того, чтобы потом эти бойцы могли передавать другим военным Национальной Гвардии те приемы и навыки, которые получат здесь. А почему Вы называете Национальная Гвардия и армия? Потому что так мы договорились в прошлом году, когда вели переговоры. Тогда мы верили в это больше и нужда в этом была высокая. И мы организовались так, это хорошо. Нужда в каком смысле? Нужда в смысле, перевести он слово нужда? Нет, в смысле... Желание, желание такое у нас было, более высокое, чем тогда у вооруженных сил. На Гвардии темно. Да, тогда это было более актуально для Национальной Гвардии, мы к этому стремились, поэтому, слава Богу, что так получилось. У нас нет конкуренции между вооруженными силами и Национальной Гвардией, у нас есть симбиоз. И именно так сейчас это происходит на передовой. Национальная Гвардия входит в состав, например, в секторе М, в секторе Мариуполе. Входит в состав сил Укрепрайона, им руководит Генеральный штаб, а Национальная Гвардия выполняет свою задачу. Люди, готовьтесь, сейчас друзья приедут.